Меня муж постриг. Нужницами для стрижки овец. Да ладно, ножницами нормальными. Раз! Это рувашечки такие острые. Новые даже распечатывали в таком случае. Помните эту песню? Как она? Помнишь? Обычный парикмахер. Никому не нужен нахер. Нужен, нужен. В времена коронавируса, когда все парикмахерские цены, это не нужен обычный парикмахер. Друзья, всем привет! Опять о комбикорме поговорим давно, мы об этом не разговаривали. Действительно. Вы, наверное, соскучились. Неделю, да? Да. Такая погодка у нас замечательная. Солнышко прямо в морду светит. Все светит. Сзади у нас пчелы опыляют нашу черешню. Мы надеемся, что в этот раз не только вороны ее попробуют, но и мы тоже. Но мы учимся, да? Мы купили сетку. Она была на самом деле в прошлом году. Но мы когда-то ее купили. Короче говоря, в общем, смотрите, с комбикормом. Производители комбикормов, которые планируют или уже зашли на московский подмосковный рынок, пожалуйста, мы готовы к общению. Открыты. Почта в описании. Кто желает, дайте нам лишь одну возможность. Мы не просим корм на обзор бесплатно. Ни в коем случае. Мы готовы купить и купим его за свои деньги. Только обеспечьте нас возможностью где-то приобрести его. Там доставка транспортная, да? И мы уже пробуем кормить этим кормом нашу птицу и показываем нашему зрителю результаты этого вскармливания. Максимально честно. Если такие вообще есть производители, откликнитесь. Да, будьте добры. Те, кто не использует лекарственные препараты в своих кормах. Не те, кто говорит, что не использует, а те, кто действительно не использует. И представляете, такой завод с нами связался. Отгадайте. Ну, пишите сейчас в комментариях. Прямо сейчас же. Какой корм без антибиотиков и коктодиостатиков со старта до финиша для бройлера и для индейки? Написали? Да вы не угадали. Сейчас вы посмотрите рекламу на нашем канале. В этом месте она будет. Спасибо вам большое. Но обязательно напишите в этот момент, выключив звук, какой корм вы думаете у нас теперь в эксперименте. Ну что, посмотрели? Рекламу написали? Какой корм? Спасибо. Спасибо, но вы не угадали, скорее всего. Это не Богданович. И не кто там еще, кого говорят. Все. Больше никого. Ну, мы, по крайней мере, думали, что больше никто, а вот оказалось, что есть еще производитель. Не все мы знаем, не всех, конечно же, далеко. Да, и производитель это Брюховецкий комбикормовый завод, линейка Южная Корона. У них есть другая линейка с лекарственным препаратом, а есть линейка без лекарственных препаратов. Почему? Вот наш грузчик. Он разгружает без малого 3 тонны. Ну ладно, 2700-800. Вот. Работает за еду, смотрите. За еду и ласку. Вот. Вот такую закупочку мы совершили. Сейчас ты уже не очень рад, что мы совершили такую покупочку. Чего? Сейчас ты не слишком сильно рад уже, что мы совершили такую покупочку. Ой, я счастлив, я очень рад. Спасибо всем. Это и на несколько партий бройлера, и на индиков. Сейчас мы с вами с тылу пройдем. Фитнес-спорт-зал. Ну, вы сейчас прокачиваете только одну группу мышц, понимаете? Я все прокачиваю. Все прокачиваете? И мозги мне заодно тоже. Ну, не без этого, что же делать. Количества массы нет-то. Свет на выключите. 2725. Фигня, 2725. Я-то уж думала, 2800. А 2825... Фу-фу-фу. Так, ну что, размялись, надо идти бройлер убить дальше. У нас забой как раз, вам покажи. Да вот, что, не видно, что ли, тут скотч. Все, пошли продолжать забой. Ты сам-то там не сдохнешь, как та корова. Как та корова, не мута, я тоже вспомнил о нем. Ладно, сейчас чуть посижу и пойду. Ну, маечку одевай и вперед. Капец. Ты мне будешь перестопить? Я сейчас холодно. Сейчас я закрою дверь для начала. Ворот заперли, да? Да. В принципе, ворота можно больше не открывать полгода. И не выезжать никуда. Да? Сейчас свои овощи на огороде пойдут. Можно и в магазин не ездить. Круто. Я глазам не верю, если честно. Ну, ты так-то прям, может, не восторгайся, может, корм-то не очень. Слушай, ты знаешь, я тебе так скажу, у нашей птицы нет вариантов. Честное слово. Просто нет вариантов. Нет. Даже если он не очень. Ты планируешь вернуть его корм? Корм? Нет. Нет, я тоже так думаю. Так, все. По каким условиям тебе дали корм? Тебе давали, я вообще ни при чем. Ну, ты ж в курсе расскажи. Я же не могу себя снимать. Я не в концертном. Ну, ничего, переживу. В жилетке поверх кофты. Все переживут. А я могу тебя показывать и рассказывать. Нет, показывай корм. Давай я буду рассказывать, а ты рот открывай. Корм нам дали со скидкой 7%. Ну, что ты рот не открываешь? Нет, ну не надо. Расскажи, на каких условиях тебе корм предоставили. Ты выпросила, да, халявщица. Выконючила корм. Не у одних, так у других. Биоэнергия тебе не дала корм. Ты у других попрошайничала, и тебе все-таки... Дали. Да, это было именно так. Ну, расскажи, на самом деле, какие условия предоставления корма, и вообще, как это все произошло. Ребят вышли на нас сами. И сами сказали, что у нас очень похожий взгляд на эти вещи, на корма, в частности, для сельскохозяйственной птицы, не то и не только, который мы озвучиваем у себя на канале. Им очень близка эта позиция, и они тоже так же радеют за чистоту корма, который они и хотели бы предложить нам на пробу. Но, безусловно, как бы с оплатой, но с их стороны предстояло, предвиделось помощь в доставке этих кормов. То есть, методом недолгих переговоров мы пришли к общему решению, что корма их, по их словам, достаточно высококачественные и имеют абсолютно безлекарственную составляющую. Ну, ты расскажи, что ты общалась с технологом этого завода. Нас приглашали на завод. Да, причем дважды. Но так как у нас птица, так как у нас индейка и все на свете, и вообще, в принципе, мы люди очень занятые люди. Нет, ну на самом деле, сами знаете, сейчас сезон и дело много. Вот, поэтому, конечно же, мы не будем... Но мы тебя, может быть, отправим в командировку там где-нибудь зимой-осенью. Сначала я вас куда-нибудь отправлю с этой идеей, потом я вас куда-нибудь отправлю. Вот, и, короче, смысл в том, что ребята, так как мы не можем съездить на завод, они предложили нам пообщаться с технологом. Технолог произвел у нас просто очень хорошее впечатление, действительно знающий, умный и понимающий, о чем говорит человек. Пообщавшись с ним, мы поняли, что, в общем-то, нам грех не воспользоваться такой удачной ситуацией, когда мы можем купить корма для нашей птицы, да? Тем более натуральные, без антибиотиков, без коксидиостатиков и без всего. Кстати, паспорта качества прислали, где они? Да, у меня на почте есть еще. А, еще на почте? Еще и вот здесь мешок целый с бумагами. Ага, хорошо. Вот, что еще хотим вам рассказать. Корм у них не только для бройлеров и не только для индюков. У них кормов полно нехонькой, там и поросят, и кто-то только нету, и водоплавающие все на свете. Мы сошлись на том, что мы попробуем вырастить партию индюков на корме от Южной Короны и попробуем вырастить бройлера, так как доставка достаточно далекая и издалека, мы решили, что бройлер будет тоже 300 голов, а не на 100. То есть, ну, что там мелочиться? Во-вторых, момент такой. У них действительно очень хорошие цены. Даже прозничные, просто прайс у них очень удачные хорошие цены. Только вот находятся они далеко от нас. И они решили поспособствовать нашему такому желанию, да, вырастить на их корме птицу, и они прислали нам его бесплатно. То есть, они оплатили дорогу, транспортировку этого корма до нас. Плюс ко всему, они дали нам скидку на 7% от розничного прайса, который и так невысокий. Мы согласились с этим совсем моментом. Ну, подожди, ты говоришь, невысокие. Это с чем сравнивать? Ну, вообще с кормами, если ценовая политика у них достаточно гуманная. Ну, да, они недорогие, скажем так. Я не скажу себе. Вот, смысл в том, что еще нам пошли на уступку, и нам сделали рассрочку. То есть, половину суммы мы оплатили сразу, а половину суммы мы будем оплачивать в течение трех месяцев. Потому что, сами знаете, как за мой птицей деньги есть. Деньги потратили на корма, денег нет. За мой птицей деньги есть. И вот эта вот хаотичная вот эта карусель, она же постоянно. То есть, если бы мы с вами Анашу засораем, как некоторые выращивать могли, то, конечно же, у нас был бы разовый покос, понимаете. А так мы же в процессе каждого месяца должны это дело как-то откладывать на корма следующей птице. Короче, ребят, пошли нам навстречу. Мы-ка покупаем этот корм в рассрочку. За что им огромное спасибо. Все. В общем, пока все. Мы не пробовали еще, толком ничего не знаем. Они абсолютно четко поддержали нашу позицию, что мы не рекламу им делаем, безусловно, а пробуем их корма и показываем вам. Ничего мы не должны о их корме сказать хорошего. Можем говорить о том, что это дрянь несусветная, но вы уж точно это поймете, потому что вот такую кучу плохого корма нельзя скормить птице так, чтобы она осталась жива. Вот, так что теперь у нас с вами есть 2 тонны 700 с чем-то килограмм корма Южная Корона, которым мы будем кормить бролера на 300 галов бролера у нас этого корма, то есть минимум 2 партии мы вырастем на нем. И много корма у нас для индейки, их линейки. Индейку мы будем сравнивать с 2 группы, будет у нас контрольных это с кормом Южная Корона и с кормом Пурина. Ну, давай так скажем, сравнивать не очень уместно. Мы, наверное, будем вам просто показывать результаты на этих кормах. Пурина... Все-таки вы понимаете, что сравнивать комбикорма с лекарственными препаратами и корма без лекарственных препаратов, это не совсем корректно. Да, они оплатили доставку полностью с станицы Брюховецкой, до Краснодарского края, до нас. Вот прям до нас. Пришел пятитонник, да, привез сюда вот нам корм. Правда, мы били муж сам все один и разгружали. Ничего страшного. 2 700 тонны, это было прикольно. Мы ставим. Спасибо, спасибо Южная Корона, что у вас мешки не по 40 килограмм. Да, спасибо большое. Ладно, значит, что я хочу сказать. Они заложили на доставку 25 тысяч в бюджет в своем предприятии. И, как я понял, доставка обошлась несколько дешевле, 21 тысяча. Так вот, 4 тысячи они нам перевели на карту. Говорим вам, как есть. Потому что эти деньги были уже заложены, и вот эту разницу перевели нам на карту. Представляете? То есть мы сэкономили помимо скидки на корме еще 4 тысячи. Они нам... Ну, как скидка получается. Тэшбэк такой сделали, получается. Обжая сумма корма. Значит, за 2 тонны 700 с чем-то килограмм, и покажем бумажку... Все документы есть. Да, значит, нам насчитали там порядка 69, ну, почти 70 тысяч. Причем, значит, предоставили рассрочку. Мы 35 тысяч заплатили сразу. Это 50 процентов. И рассрочка по 10 с чем-то тысяч на 3 месяца. Но мы погасили полную стоимость корма спустя 2 или 3 недели. То есть мы рассчитали сейчас... В ноль. В ноль, да. Сегодня 11 мая. Мы рассчитались с ними полностью. И сумма нашего заказа составила вот 69 копейками. Ну, 70 тысяч, если грубо. Ну, так считайте, мы взяли на 3 партии бролера и на индюков. А у нас их, извините, приличное количество. Да. Ну, мы половину будем кормить другим кормом. Ну, не половину, нет. Мы разделим, я уже разделил. Сейчас 40 кормится. Ставь интригу. Хорошо. Скажи, что ты будешь это показывать еще. Пока не скажем. Оставайтесь с нами. Ну, да. Статиков, он сказал, что это нужно индивидуально смотреть по хозяйству, по условиям выращивания. И возможно, что потребуется на этих кормах пропойка дополнительная от кокцидиоза. Особенно по на напольном содержании? Думаю, что без нее не обойтись вообще. По, значит, кормам, по внешнему виду. Корм очень светлый. Объяснение сразу нашлось после того, как мы его понюхали. Пахнет растительной какой-то составляющей, похожей на кукурузу. И есть запах рыбной муки. Я так понимаю, что используют... Я так понимаю, и нам подтвердил это после второго звонка. Он сам позвонил, спросил, как у нас зовут. Очень приятно было. Это самое. Он нам объяснил, что действительно они используют в старте и в росте. Да. Используют рыбную муку. Конечно, последовал логичный вопрос. А как же в финише, чтобы там может бройлер пахнуть? Сами знаете, когда рыбной мукой кормят перед забоем, то она дает определенный запах птицы, мясу птицы. Что он тебе ответил? Он сказал, что нет. Они как раз избавляют от этой вероятности полностью птицу тем, что они не добавляют именно рыбную муку в финиш. В финише используется, по-моему, мясокус, как он говорит. То есть как раз это тоже момент продуман. Но рыбная мука, она, безусловно, очень хорошо для птицы влияет. Там в плане усваиваемости белка рыба более выигрывает, чем мясокус. Поэтому я так говорю. Не то, что именно в этом корме, а в любом корме, даже если вы своем не что-то выигрываете, рыбная мука, она была бы предпочтительной для птицы. Да, крупкая, нормальная. Пыль есть, но немного. Единственный момент, который напряг сначала, это жидковатый помет был у цыпленка-бройлера первые два дня буквально. И потом с каждым днем он становился все стабильнее и лучше, так скажем. И сейчас, в принципе, он влажнее, чем обычно, по той причине, что почему-то птица пьет больше воды. Может быть, как раз и рыба на эту мука влияет, я это не знаю. В общем, воды, мне показалось, птица пьет чуть больше, чем на других кормах. И из-за этого помет он более насыщенным влагой, скажем. Он не понос, не жидкий, он более увлажненный, скажем так. И запах помета мы вчера нюхали ради вас. Вот мы ради вас помет даже нюхаем, а вы не подписывайтесь. Вот по статистике нас смотрят 78% неподписанных на нас зрителей. Здравствуйте, не подписывайтесь на нас зрителей. Вам не стыдно? Не сложно нажать кнопочку и нажать колокольчик? Как обидно нам. Вы представляете, мы помет нюхаем, что вам рассказать, чем он пахнет, а вы не подписывайтесь. Ну ладно, это шутка. Что, нам есть его начать? Да, не будем. Можете не подписываться. Забыли мы проговорить важный момент. Это касается хейтеров и сомневающихся людей, которые, скорее всего, сейчас в комментариях будут писать, что Южная Корона для вас сделал какой-то супер-пупер эксклюзивный корм, который покажет хорошие результаты. И, типа, эксперимент будет неадекватен, потому что корм не тот, что в розницу. Ну, сомневаюсь я, что Южная Корона так заморочится ради нас, что сделает комбикорм, а переведет на два дня. Вот я вижу даты изготовления здесь комбикормов 20.04. Так, где-то было 17 еще. А вот 16-е даже есть. 16-е, 0-е, 4-е есть. И было 17-е. Сейчас я покажу. А, вот. 17-е, 0-е, 4-е, дата производства комбикормов. То есть, вряд ли Южная Корона переводила на три дня свои производства на другую рецептуру ради нас. Да, понятно. Но вероятность такая, конечно, сохраняется, нельзя ее исключать. Но еще подтверждающий фактор, что это не так. Это разговор с водителем, который является сотрудником сторонней организации. Он просто по системе АТИ взял этот заказ. Ну, кто знает, перевозками занимался. В курсе, что такой системой АТИ позволяет привезти груз не поражняком обратно, если едешь, а захватить по пути какой-то груз. Хотя бы солярку окупить. Вот это был такой вариант. И водитель рассказал, что там довольно-таки современное производство. Значит, контроль на въезде, на выезде. Мойка колес. И отгрузили его со стандартового склада. Просто загрузили необходимую номенклатуру товара по накладной. И он спокойно поехал. То есть, сомневаюсь я, что здесь что-то так кто-то заморочился, чтобы сделать какой-то эксклюзивный для нас корм. Это заранее я отвечаю на комментарии, возможные от сомневающихся людей. Вот, так что, ребят, начали, короче, мы испытывать, так скажем, этот корм. Посмотрим, что из этого получится. Оставайтесь с нами. Всем пока. Но пасаран.